Изуродована в борьбе за красоту. 33-летняя луганчанка намерена подать в суд на пластических хирургов из-за неудачной коррекции груди. Медики утверждают, они лишь попытались исправить ошибки коллег, так как пациентка не раз ложилась под скальпели. В ситуации разбирался Станислав Мирошниченко. Ну это вообще у меня не двигается. Луганчанка Алена показывает печальные результаты коррекции груди за 30 тысяч гривен. Говорит, надеялась улучшить внешность. Теперь боится стать посмешищем на отдыхе. Я в принципе никуда не выхожу, я дома сижу. А купальник одеть это уже какая-то заоблачная мечта. Хирурги оставили шовный материал, начался воспалительный процесс. А имплант, который врачи должны были установить под мышцу, оказался прямо под кожей. У меня температура. Очень широкие шрамы, где-то приблизительно сантиметра полтора в ширину. И под шрамами у меня шовный материал леска, который доктор объясняет, что эта леска нужна только для того, чтобы мои импланты не опустились на живот. В самой клинике пластической хирургии утверждают, лишь пытались помочь, так как пациентка пришла к ним уже с осложнениями после ряда операций, делали которые явно не профессионалы. Она к нам пришла в июле месяце в тяжелом состоянии, с температурой, с абсцессом. И мы его вскрыли, поставили ей дренажи. За прошлый год у нас было пять женщин из этих подпольных клиники, не знаю, одна это клиника или несколько. Мы девушку отсылали, пойдите туда. Она говорит, я не могу их найти. Вот, поэтому она решила определять претензии нам. Руководитель медцентра уверяет, его сотрудники оказали квалифицированную помощь. Но осложнения при таких операциях не редкость. Ошибки с точки зрения медицинской, все сделано. Есть осложнения. Это не ошибка. От осложнений никто не застраховывает. Однако девушка отступать не намерена, наняла адвоката. А милиция открыла уголовное дело по признакам ненадлежащего выполнения служебных обязанностей медработниками. Мы сделаем все, что возможно для того, чтобы доказать правоту своей клиентке. И опять-таки расследование будет проводить милиция, поэтому многое будет зависеть, конечно, от них, насколько они добросовестно проведут расследование. Пациентка отказывается делать повторную операцию в том же центре. От хирургов будет требовать материальную компенсацию. Сумма еще не определилась. А ошибку луганских эскулапов планирует исправить уже в киевской клинике. Станислав Мирошниченко, Наталья Трофимова, Олег Притыкин, Телеканал Донбасс.